Душевая, душевая, восставанье, что спишь ты, то есть приближайся, то есть приближайся, то есть приближайся, что спишь ты, Старец, не переставая плакать, а женщина начала рассказывать свою жизнь, сказал, родом я брат мой из Египта, при жизни родителей я в 12 лет, призрев любовь к ним ушла в Александрию. Когда я потеряла чистоту, и сколь недержимо, и же одна влеклась к мужчинам, я стыжусь даже вспоминать, ибо стыд теперь не позволяет мне говорить. Коротко скажу, чтобы ты узнал, какая похотлива я была и как упадка до наслаждения. 17 лет, да простишь ты мне это, я торговалась собой, не клянусь ни ради корысти, ибо часто отказывалась, когда мне предлагали плату. Поступала я так, безвозмездно совершая то, чего мне хотелось, чтобы привлечь в себя большее число желающих. Не думая, что я не брала денег, потому что была богата, мне приходилось спросить подаяния, или грязь ли я была одержимой, ненасытой и неудержимой страстью пятнать свою себя грязью. Это была моя жизнь, я почитала жизнь и постоянно поругание своего тела. Проводя так дни свои, однажды летом, я замечаю большую толпу мужчин, милицев и египтян, спешащих к морю, и спрашиваю одного из прохожих, куда торопятся эти люди. Он ответил, говоря, я в Иерусалим на праздник честного воздушения Креста, который выступает через несколько дней. Я сказал им, возьмут они с собой меня, если я захочу, или с ними. Помни, если у тебя есть деньги на проезд и на пропитание, никто тебе не помешает. Я отвечал ему, правду сказать брату, у меня нет ни на проезд, ни на пропитание, все же я пойду с ними на нанятый ими корабль, и угодно им это или не угодно, они должны будут меня кормить, ибо заправиться и заплачу своим телом. Мне хотелось отправиться с ними и прости меня, Ава, чтобы иметь много любовников и услугу в своей похоти. Я предупредил тебя, Ава Зосима, чтобы ты не заставлял меня рассказывать о своем роспутстве, ибо мне страшно видеть Бог смирить своими словами тебя и сам этот воздух. Азосима, окопляя слезами землю, я отвечал ей, говори Бога ради Батери, говори, не уютай мне ничего, что составляет назидательную твою повесть. Она продолжала начать рассказ говорить. Тот юноша, услышав мои бесстыдные слова, со смехом пошел прочь, а я бросила свое перетену, иногда я ее носила с собой, и побежала к морю вслед за бегущей оттуда толпой, обречающей меня. Заметим на берегу каких-то юношей около десяти или более человек крепких телом, и стремительных движениях, показавшихся мне подходящими для того, к чему я стремилась. Юноши видели, видимо, помогали сыну с Путика подняться на корабль, ибо некоторые пришедшие даже уже заняли свои места. По великому слову и естеству, я вмешала свою толпу и сказала, возьмите меня с собой, я буду вам без пользы. Добавив еще более непристойные слова, я всех заставила размеяться. Юноши увидели мою готовность ко всяческим раздоростям, и взяли меня с мой корабль, а так как медленно было не для чего, они снялись с якоря. Как я поведу тебе о дальнейшем, отец, чей язык мог бы передать, и чье ухо выслушать, что было в пути к чему. Божий слава! В ибреки реальному в рот того возраста дверной милли, видимо, мои сестренье с милой сенсиборцей не разбился в земле, и пусти на земле приста пресная стадь и славе в земле. Боже, на деду чувство без премида и беседа, по фонде страста был вас показал, и слава я, и дал ишли в пыльander при каком-то дьяв נTLp. Звучит песня. 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 Звучит песня.